Мне тут несколько человек сделали ссылку опять на Павла Дальнобоя, где он там сердечно, как всегда, по 10 раз повторяю одно и то же, просит помочь кинуться в кепочку на этот раз Юрию Гимельфарбу, так как тот решил покинуть Россию. Сильно сердобольных и тех, кто продолжает настаивать на том, что блогеры должны вытаскивать деньги из вашего кошелька, объясняю. Я больше чем уверен, что никто Юрия Гимельфарба не преследовал. Да, может быть, угрожают, угрожают, кстати, всем, пишут всем дурацкие письма, но, понимаете, решение покинуть страну – это твое личное, это никак не связано с блогом или еще с чем-то. В России живут люди, деятельность которых гораздо острее, кусает режим очень сильно, чем это делает Юрий Гимельфарб, и они нормально существуют в этой стране. Как сказал Игорь Яковенко, занимающийся этой проблемой очень давно, и это совпало с моими собственными размышлениями, что убивают журналистов, занимающихся расследовательской деятельностью. Потому что во всех случаях, была ли это Анна Политковская, был ли это Щекочехин, были ли это на этот раз Арханжемаль, это всегда были люди, которые делали журналистское расследование. Это отдельная сфера журналистской деятельности. Все же остальные, кто, так сказать, вещают, а проще в народе это называется мелют языком, никто ими не занимается, никому они нахрен не сдались. При этом, конечно, им хочется немножко подняться в цене, в ваших глазах. Ну, а потом Юрий Гимельфарб, кстати, он начинал уже очень давно, я не знаю, сколько существует его Нью-Рош-Ворд, я не ошибусь, если скажу, уже лет 5, и вот за 5 лет 60 тысяч подписчиков. Ну, просто вау, какой результат. Просто топовый журналист у нас Юрий Гимельфарб, ну а уж политический блогер, такой, без которых Ютуб бы точно обеднел. Надеюсь, вы понимаете, что все это взято в кавычки. Так вот, за 5 лет своей деятельности Юрий Гимельфарб начинал как интервьюер, то есть он встречается с какими-то интересными людьми, задает какие-то вопросы, а потом вдруг решился комментировать все это сам. До тех пор, пока это было вот в этом формате, Юрий Гимельфарб у меня лично вызывал много симпатий. Но в какой-то момент, я думаю, что все они подобного типа люди, вот обратите внимание, они тусуются в одной компашке. Я уже их называл всех вместе через запятую. Вячеслав Мальцев, Сотник, Гимельфарб, Балу. А, да, главный в этом списке, конечно, самый бедный, самый несчастный Евгений Понасенков, который вот сейчас мне пишут подписчики, требует деньги с подписчиков на создание новой книги. Представьте себе, когда это было, чтобы писатели требовали сначала деньги, а потом будет, так сказать, вам труд. То есть совесть потеряли люди окончательно. И Понасенков, и Гимельфарб, кстати, хорошие приятели. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Так вот, кто-то там из всей этой шайки-лейки посоветовали тому же Гимельфарбу, мы на стримах тут снимаем по 30-100 штук. Ты что, дурачок, зачем тебе вот это вот рассказывать, с людьми общаться, или как ты там говоришь, общение самое дорогое, что есть у человека. И вот Юрий Гимельфарб пошел все той же дорогой, как и все остальные. Он просто скатился на то, что практически все его выходы сейчас в YouTube – это сплошные стримы. И там он, понимаете, вот каждый раз ты смотришь, как человек уже немолодой. И вот смотришь на вот это. Николай 741. Юрий, добрый вечер. Вчера задонатил вам, если получили, дать знать. Вот только что сообщаю. Спасибо вам огромное, Николай. Я тронут. Я вообще, кстати, людям, которые все равно продолжают донатить блогерам, Я хочу вам дать совет, ребята. Вы содержите вот этих всех многочисленных граждан, у которых очень большие аппетиты. Вы требуете от них, чтобы они не просто вам там спасибо. Ну что это спасибо? Ты платишь деньги. Пусть особым образом, может быть, как-нибудь челом об экран. Пусть как-то вот, ну, поинтереснее, понимаете. В конце концов, ведь они, вот эти сборщики донатов, они зависят от вас, от вашего кошелька. Это уже не независимые люди. Тот же самый сотник. До того момента, пока он не занимался вот этими сборами, поборами, он вызывал в моих глазах уважение. Теперь абсолютно нет. И обратите внимание. Эти люди со временем наглее и наглее становятся. Сейчас, если вы зададите вопрос сотнику о сборе донатов и прочее, он обещал очень долго, что он в какой-то момент перестанет этим заниматься. Он просто посылает прямо на три буквы, блокирует тут же этого человека, его дико раздражает. У этих людей подобного типа донаты, биткоины – это их очень чувствительная эрогенная зона, господа. Вы задеваете за самое сокровенное и дорогое. Эти люди никогда не были за идею, если вы меня спросите. Либо они считают, или как вот сотник сказал, почему я должен страдать за вас. Ну, представьте себе, человек занимается творчеством, Человек занимается своей профессией и вам выдает счет, что вы должны ему что-то за его страдания. И после этого меня, такого человека, как я, кто принципиально за идею, называют цинником. В конце давайте послушаем, как меняется тон у Юрия Гемельфарба. Вот я вам буквально включу сейчас кусочек. Послушайте. Мне задают вопрос, а будут ли дальше продолжаться стримы? Безусловно будут, но будет ли работать канал? Это зависит, ребята, от вас. Это хорошие вопросы. Мне и в почте их присылали, и в личке в фейсбуке. И это хороший вопрос, хотя и не очень приятный. Я отвечу. Друзья мои, понимаете, в чем дело? Это не мой канал. Это ваш канал. Это общественное телевидение. Послушайте, делай. И оно нужно в первую очередь вам, ребята. И, кстати говоря, вот мне тут многие задавали вопрос, Юра, чем ты будешь заниматься за границей? Я сказал, если канал буду поддерживать, материально поддерживать, я предупреждал, это неприятный вопрос, я буду заниматься только этим. Я не миллионер, я не могу скакать по заграницам и вещать из любой точке земли. Нужен вам канал? Пожалуйста. Ребята, это зависит только от вас. Я постараюсь в любом случае выходить в эфир по вечерам. Будут ли, также мне присылали письма, будут ли передачи, опросы и так далее, зависит от вас. Будете поддерживать канал? Будет это. Не будете? Ребята, значит вам это не нужно. Решайте сами. Это на ваше усмотрение. И вот я не могу не зачитать одно, один, это не комментарий, это письмо пришло. Только что вот. Классно устроился дядя Юр. Свалил за бугор и хочешь на донатах продолжать дальше. Как он? Шкирить. О, Господи. Наивных дурачков на донаты. Хорошо. То есть вы слышали, да, человек, который должен у вас вообще-то со слезами на глазах выпрашивать, ну потому что те, кто просят, а донаты это пожертвования, да, это как вы знаете, около церкви нищим бросали копеечку, вот это то же самое, что вы бросаете каким-то блогерам, это та же самая копеечка. Но, обратите внимание, люди, бросающие копеечки перед церквью, они, по крайней мере, ожидают, что человек какой-то без ручек, без ножек или такой несчастненький, он, по крайней мере, перед вами на колени встать должен. А блогеры оборзили уже до такой степени, что они даже на колени не становятся. Я говорю, даже лбом об монитор не стукаются. Ну или даже не могут произнести слова такие там типа «Братики, сестрички, помогите», как вот этот с бородой, когда я смотрел его, так как он тусуется вот с Гемельфарбом, со всеми остальными, я думал, господи, в какой момент он тоже начнет интересно просить. И бац, тут такая история, у него машина сгорела, типа у них у всех, у Балу, у них у всех в какой-то момент сгорает машина, квартира, помирает любимая тетушка, рождаются дети, и все это должны выоплачивать, господа зрители. И вот он показывает на заброшенном пустыре какой-то «Жигули», в которых он наверняка никогда в жизни не ездил, и каким-то лохам вешает лапшу, что значит «Вот, дескать, последнюю машину сожгли». И вот он с таким видом «Братики, сестрички, помогите». Но это, по крайней мере, был в образе, понимаете. Вот этот с бородой, он был в образе, вот как я и считаю, должен попрошаничить блогер. А сотник поносенков, они, я еще раз говорю, со временем борзеют и борзеют. Ну, когда ты каждый раз собираешь там по 100 тысяч рублей с каждого стрима, это те самые деньги, которые вы никогда не зарабатываете, и стоит у станка, кто-то обслуживает больных в больнице, кто-то еще что-то. Вам эти деньги даются с большим трудом, и делая действительно дело. А человек, например, ну, какой-нибудь саратовский пенсионер, вот сидит и бля-бля-бля, языком глазки закатывает, и он легко эти деньги у вас за один раз там со стрима снимает. Я бы, например, никогда бы за это не платил. Почему? Вот тут самый главный момент. Для тех, кто до конца не понимает или думает, что нужно кого-то содержать. Ютуб, господа, это бесплатная площадка. Здесь, вот обратите внимание, у вас есть замечательные контенты. Я не говорю про себя, у меня очень плохое качество, но я, господа, с вас денег не собираю, поэтому я имею право говорить все, что угодно. Так вот, у вас есть Радио Свобода, у вас есть, например, Настоящее Время, да, на самом деле информационные каналы прекрасного качества, да, где вот Ольховский, Радио Свобода, вы все и так знаете, какие там ведущие журналисты, тоже даже Эхо Москвы, не обязательно все смотреть на Эхо Москвы. Вот посмотрите на этих двух людей. Вот это Виктор Шендерович и его же тезка Виктор Ерофе. Вы знаете, кто эти люди? Вот эти люди, если вы до конца не понимаете, я вам сейчас объясню. Вот Виктор Шендерович – это легенда. Вот когда пройдет время, дети будут завистью спрашивать и говорить, папа, а ты правда жил во времена Виктора Шендеровича? Еще Виктора Шендеровича живым видел там по интернету. Да, еще же у меня даже была возможность попасть там на его лекцию. Или Виктор Ерофеев. Это живая классика русской литературы. Если вы до конца не понимаете вес этих людей, господа, то мне жаль вас. Один редчайший сатирик, другой – великий русский писатель. И вот, допустим, Эхо Москвы, несмотря на все его минусы, вам бесплатно, послушайте, бесплатно дает возможность общения с этими великими, без всяких кавычек, людей. И вы слушаете чистое слово, настоящее. А по большому счету для того, чтобы ориентироваться в политике или знать, что происходит, вот достаточно смотреть. Настоящее время, радио Свобода и кое-что из Эхо Москвы. Все. Вы будете информированы оттуда. Или, как говорит вот этот Юрий Гиммельфарб, если он вдруг не выйдет, ну что же будет-то? На что же будет, господа, если вдруг не выйдет пенсионер из Саратова, который сейчас уехал из страны? Ну вот как вы думаете? 60 тысяч подписчиков. Да просто Ютуб, можно сказать, перевернется. Донесите ему мысль, что для Ютуб не 60 тысяч, не 75, как у меня, не 85, не 125, не 225. Вот эти цифры, 300 тысяч подписчиков, для Ютуб это вообще ни о чем. Вот просто ни о чем. Для Ютуб ты имеешь вес, или скажем так, тебя хоть как-то замечают, если у тебя, ну хотя бы миллион-полтора. Хотя бы. Поэтому с 60 тысячами говорить вообще ни о чем. И так, кто до конца еще не понял после всего этого, я подвожу небольшой итог. Ютуб до сих пор это бесплатная площадка. И вам выдается прекрасная информация, хорошего качества, с разного контента, пока еще, слава богу, бесплатно. При этом отдельные ушлые пытаются на этом все еще заработать. Конечно, они не платят с этих денег налоги. Обратите внимание, снимают неплохие суммы, налоги за это не платят. Все еще во многих странах с донатов налоги не снимаются. Это, называемые вещи своими именами, называется мошенничество и вымогательство. Вот когда с вами начинают разговаривать таким тоном, если вы не будете платить, то я закрою канал, то по большому счету в данный момент на вас психологически пытаются воздействовать. Очень жаль, что вы этого не понимаете. И так, на бесплатной площадке Ютуб кто-то пытается за свой контент вытащить деньги из вашего кармана. Это выглядит приблизительно так. Вы приходите на базар и вам предлагают хорошие, свежие, красные, сладкие арбузы. И говорят, подходи, дорогой, бери бесплатно, все, у нас такой урожай, выбирай, что хочешь, уноси. А рядом стоит кучка, а там разбитые, с мухами, засратые, еще и кислые арбузы. И за это вам говорят, нет, а за это вам придется немножко заплатить. Вот когда вы платите донаты всяким шарлатанам, то вы уподобляетесь вот этим людям, которые на базаре, где им дают бесплатно, все равно покупают за деньги и главное, сомнительного качества продукт. А дальше ваше дело. Русские люди не живут мозгами, не живут рационально. Они в основном живут эмоциями. Именно на этом эти блогеры и играют. В самом конце еще раз напоминаю. Россию покидают около 300 тысяч человек. Каждый решает свои проблемы. Если бы Юрий Кемельфарб на самом деле хотел решить свою проблему, не просто заработать на вас, то ему достаточно было бы приехать в какую-то страну, пойти в службу, занимающуюся иностранными вопросами, рассказать свою ситуацию, показать свой блог и получить свое нормальное политическое убежище. В Германии политическое убежище предоставляется и тем людям обеспечивается пособие. Клепая свои ролики, получая свое пособие, занимайся любимым делом, как ты говоришь, общайся с людьми. Вот это мое отношение. Во всем остальном хотите, продолжайте их содержать и помните, с каждым разом аппетитов у них будет все больше и с каждым разом они с вами будут разговаривать все более и более жестким тоном. Потому что в какой-то прекрасный момент им начинает казаться, что вы на самом деле им что-то должны. Зависит от вас. Будете поддерживать канал. Будет это. Не будете. Ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова